Средние и тяжелые танки Средние и тяжелые танки К тяжелым танкам относились танки, имеющие боевую массу свыше 30 тонн, позднее более 40 тонн и вооруженные орудием крупного калибра и пулеметным. Существовали также тяжелые танки с несколькими орудиями разных калибров. Тяжелые танки предназначались для усиления общевойсковых соединений при прорыве сильно укрепленной полосы обороны противника и атаки его укрепрайонов. Основными советскими тяжелыми танками Второй мировой были танки КВ-1, КВ-1С и ИС-2. У британцев был тяжелый танк Черчилль. Немцы в качестве тяжелых танков применяли Пантеру, Тигр и Тигр-2. Правда, Пантера по немецкой классификации считалась средним танком. В начале войны тяжелыми танками немецкой армии считались и Т-4. За время Второй мировой войны тяжелых и средних танков было выпущено огромное количество. В то время как качество производства таких машин в Германии стремительно падало, в СССР и странах-союзниках оно улучшалось и становилось более массовым. Продолжение следует... Корни средних и тяжелых танков уходят в предвоенное прошлое. В период между войнами танкостроители и военные еще не пришли к единому мнению об оптимальной тактике применения танков и их конструкции. Поэтому многие машины, созданные в предвоенный период, оказались ненужными в новой войне. Однако опыт, полученный при проектировании и производстве танков в 30-е годы, несомненно, пригодился потом. В то время были разработаны многие удачные технологические решения. Например, в начале 30-х годов талантливый американский танковый конструктор Кристи создал оригинальную схему независимой подвески, которая послужила основой шасси легких танков БТ, а затем и среднего танка Т-34. Достаточно активно разрабатывались конструкции амфибийных и даже авиатранспортабельных танков, хотя в военном отношении эти машины практически никак себя не показали. Бесперспективными оказались и малоподвижные многобашенные гиганты, носившие несколько разнокалиберных пушек и пулеметов, как, например, французский 70-тонный Чар-2С и советский 50-тонный Т-35. Такая схема требовала чрезмерного увеличения экипажа до 10-12 человек, что вело к затрудненности централизованного управления огнем в боевой обстановке и усложняло конструкцию. Большие размеры, особенно длина и высота, влекли за собой демаскировку и, как следствие, повышенная уязвимость на поле боя. Тогдашние адаптированные карбюраторные двигатели авиационного типа предопределили низкие тягово-динамические качества таких супертанков, особенно при разворотах. В целом, обилие недостатков многобашенных конструкций привело к фактической невозможности выполнения ими в полной мере задач, стоявших перед тяжелыми танками. Так что уже к концу 30-х годов многобашенная схема фактически была отвергнута танкостроителями всех стран. В СССР последними опытными многобашенными танками были СМК и Т-100. Хоть и в целом они неплохо показали себя в ходе финской кампании, приоритет все же был отдан однобашенной компоновке. Продолжение следует... Танки с дизельными двигателями В остальных странах дизельные моторы на танках применялись сравнительно ограниченно до 50-х годов. Вообще следует отметить, что СССР, наряду с Германией и Францией, являлся страной-пионером танкостроения. Это привело к тому, что, например, в начале войны советские средние и тяжелые танки существенно превосходили машины противника. Редактор субтитров А.Семкин После того, как многобашенная концепция была оставлена, развитие среднего танка шло по пути увеличения калибра орудия, толщины брони и технологичности производства. Танковые войска, наряду с артиллерией и авиацией, внесли решающий вклад в победу над фашистской Германией. В нашем рассказе мы сначала рассмотрим многобашенные танки предвоенной поры, а затем перейдем к машинам военного времени. В завершении мы расскажем о танках-иномарках, воевавших в советской армии. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok Это был, наверное, самый успешный танк из всех предвоенных Несмотря на его архаичность и устарелость на момент окачания 30-х годов Он неплохо показал себя во время финской кампании, а также в начальный период Второй мировой История Т-28 началась в 30-м году с визита в Великобританию советской закупочной комиссии во главе с Гинсбургом В чью задачу входило приобретение наиболее современных образцов бронетехники А также отправка их в Советский Союз для изучения и использования при организации собственного бронетанкового производства Одним из танков, особенно заинтересовавших комиссию, стал новейший в то время средний танк А6 фирмы Викерс Более известный как Викерс 16-тонный Однако фирма Викерс отказалась продать готовый образец танка ввиду его секретности И выдвинула в советской стране следующие условия для приобретения машины Единовременный платеж в размере 20 тысяч фунтов стерлингов Это порядка 200 тысяч рублей золотом За ознакомление с конструкцией Заказ у фирмы Викерс 10 танков этого типа по цене 16 тысяч фунтов стерлингов 160 тысяч рублей золотом за танк без вооружения Дальнейший заказ у фирмы танкета Кардин Ллойд и легких танков Викерс Английские условия были сочтены неприемлемыми И было принято решение от приобретения А6 отказаться И вместо этого создать танк такого класса собственными силами с использованием опыта Полученного при изучении в Великобритании образца А6 Этизное проектирование нового танка было поручено факультетам моторизации и механизации Военно-технической академии имени Держинского И созданному 28 января 1931 года танкотракторному конструкторскому бюро ВОАО Оба проекта были готовы к июлю того же года По результатам их сравнения руководством управления моторизацией и механизацией Был выбран проект, имевший индекс Т-28 конструкторского бюро ВОАО В конструкции танка были использованы как данные, полученные при изучении А6 Так и опыт, накопленный конструкторами в ходе советско-германского сотрудничества в начале 30-х годов В частности, разработки танка ТГ и испытания многобашенных немецких танков на полигоне под Казани По первоначальному проекту танк должен был сохранить общую компоновку А6 Иметь вес около 16 тонн и нести вооружение из 45-мм пушки и пулеметов главной башни И еще двух пулеметов в малом Бронирование танка должно было составлять 20 мм лобовой части корпуса и 16-17 мм на остальных вертикальных поверхностях Крыша танка должна была изготовляться из 10-мм стали, а днище из 8-мм В качестве силовой установки был выбран авиационный двигатель М5, устанавливавшийся на танках БТ-2 Также в конструкции предполагалось широко использовать другие узлы и конструктивные решения, уже находившихся в производстве танков БТ-2 и Т-26 28 сентября 1931 года управление моторизацией и механизацией заключилось в ОАО договор на изготовление рабочих чертежей и сборку двух опытных образцов Т-28 к 1 мая 1932 года Первый прототип танка, получивший наименование Т-28-1 из неброневой стали, был закончен в мае и совершил первый испытательный пробег 29 мая 1932 года От изначального проекта прототип отличался установкой более мощного двигателя М17, а также установкой 37-мм пушки ПС-2 вместо 45-мм, поскольку последняя все еще не была готова к тому времени 11 июня 1932 года Т-28 был продемонстрирован управлением командованием РККА Танк в целом получил положительную оценку, однако военные потребовали установки на него, начиная уже со второго опытного экземпляра дизельного двигателя ПГЕ, находившегося в то время в разработке, и 76-мм пушки ПС-3 С учетом этих замечаний, а также результатов испытания первого прототипа, проект Т-28 был в августе-сентябре 1932 года кардинально переработан В большей или меньшей степени изменены были почти все узлы из системы танка, за исключением лишь двигательной установки, поскольку указанный дизель так и не был доведен до приемлемого уровня После этого, в конце октября 1932 года, даже не дожидаясь изготовления опытного образца, Советом труда и обороны СССР было принято решение о серийном производстве танка Серийный выпуск танка осуществлялся в течение 8 лет, с 1933 по 1940 год Всего было изготовлено 503 танка Для сравнения, выпуск танков БТ и Т-26 измерялся тысячами Т-28 представлял собой средний танк классической трехбашной компоновки с двухъярусным расположением вооружения Моторно-трансмиссионное отделение находилось в кормовой части танка, а отделение управления, совмещенное с боевым отсеком, находилось в лобовой части Танк имел противопульное бронирование Экипаж танка состоял из шести человек Механика-водителя Командира, выполнявшего также функции стрелка из башенного пулемета и заряжающего пушки Радиста, выполнявшего также функции второго заряжающего Наводчика и двух стрелков пулеметных башен Основным вооружением Т-28 являлась 76-мм танковая пушка Изначально танки вооружались пушкой модели КТ-28 Кировская танковая Образца 1927-1932 года Специально разработанная для Т-28 Пушка использовала доработанную качающуюся часть 76-мм полковой пушки Образца 1927 года Пушка КТ-28 имела длину ствола в 16,5 калибрах Начальная скорость 7-килограммового осколочно-фугасного снаряда Составляла всего 262 метров в секунду А 6,5-килограммовый шрапнельный снаряд Имел начальную скорость 381 метров в секунду Пушка устанавливалась в лобовой части главной башни В маске на ЦАПах Максимальный угол возвышения пушки составлял плюс 25 градусов Склонение минус 5 градусов Подъемный механизм пушки селекторного типа, ручной Пушка КТ-28 предназначалась для борьбы с огневыми точками противника и небронированными целями И вполне удовлетворяла возлагавшимся на нее задачам Могущество же ее бронебойного снаряда в силу невысокой начальной скорости было весьма низким Из-за этого впоследствии ее пытались заменить на пушку ПС-3 Однако вследствие разного рода причин это не удалось Начиная с 1938 года и вплоть до окончания производства в 1940 году Т-28 вооружались новой 76-мм танковой пушкой Л-10 Пушка Л-10 имела ствол длиной в 26 калибров И большую в сравнении с КТ-28 начальную скорость 555 метров в секунду Что позволяло ее бронебойному снаряду пробивать броню толщиной до 50 мм на расстоянии 1000 метров При угле встречи в 60 градусов к нормальному Это существенно повысило боевые возможности танка Хотя по надежности и удобству эксплуатации Л-10 ощутимо уступала КТ-28 Боекомплект пушки составлял 69 унитарных выстрелов Вспомогательное вооружение Т-28 состояло из 4, 7 и 62 мм пулеметов ДТ Боекомплект пулеметов составлял 7938 патронов в 126 барабанных магазинах По 63 патронов каждого Двигатель танка был V-образный авиационный карбюраторный М17Т водяного охлаждения С эксплуатационной мощностью 450 лошадиных сил Подвеска была разработана в основном по типу танка фирмы Круп Она представляла собой коробчатую гусеничную раму Приклепанную или приваренную к броне корпуса Внутри которой размещались все элементы подвески Ходовая часть, применительно к одному борту Состояла из 12 парных опорных катков малого диаметра Сблокированных при помощи балансиров в 6 кареток с пружинным подрессориванием Каретки, в свою очередь, были сблокированы в две тележки Подвешенные к корпусу на двух точках На базе Т-28 разрабатывался танк Т-29 Экспериментальный средний колюсно-гусеничный танк Созданный по аналогичности Т-28 компоновочной схеме И с использованием его узлов и агрегатов Т-29 должен был иметь вооружение 76-мм пушку КТ-28 Или ПС-3 или Л-10 И 4 или 5 пулеметов ДТ Выпущено было всего несколько образцов этого танка В это же время предпринимались попытки модернизации Т-28 Осенью 1935 года в СКБ-2 начались работы по созданию скоростной машины Т-28 Переделка заключалась в переконструировании бортовых редукторов и коробки передач Машина получила индекс Т-28А Первое испытание Т-28А прошло 11 сентября 1935 года Танк без труда разгонялся до 55,8 км в час С июня 1936 года скоростные танки Т-28А стали выпускаться серийно И до конца года их было выпущено 52 единицы В ноябре 1936 года на танке Т-28А номер 1551 Установили опытную трансмиссию измененной конструкции На испытаниях этот танк показал рекордную скорость 65 км в час Но в связи с планирующимся переходом Кировского завода на выпуск колесно-гусеничного танка Т-29 Программа выпуска Т-28 была резко сокращена В рамках этого процесса выпуск машин Т-28А был в 1937 году свернут 30 сентября 1936 года начальник АБТУ РКК Халебский утвердил тактико-технические требования На разработку новых конических башен для Т-28 Правая пулеметная башня при этом должна была вооружаться двумя пулеметами ДТ А левая одним ДТ и одним 12,7 мм пулеметом ДК Проекты таких башен, рассмотренные на заседании НТК АБТУ Были признаны неудовлетворительными Но в связи с тем, что СКБ-2 было полностью поглощено работами по созданию Т-29 Работы по коническим башням свернули Только в 1938 году Ижорский завод произвел 10 больших конических башен Причем пулеметные башни конической формы не производились Эти 10 башен были установлены на танках во второй половине 1938 года Применение танков Т-28 в зимней войне выявило недостаточность их бронирования В результате чего была разработана схема дополнительного экранирования танка Танки экранировались в заводских условиях методом приваривания дополнительных бронелистов Толщиной 20-30 мм к корпусу танка и башни Экранирование позволило довести толщину брони лобовых частей корпуса танка до 50-60 мм А башен и верхней части бортов до 40 мм Это серьезно повысило защищенность машины Хотя и отрицательно сказалось на ее динамических характеристиках Поскольку масса танка возросла до 32 тонн Экранирование танков производилось на Кировском заводе в 1940 году Экранированные танки получали индекс Т-28Э Экранированный В боевом применении Т-28 было самым удачным и результативным Из всех советских танков довоенных образцов В сентябре 1939 года 10-21 танковые бригады 98 и 105 танков Т-28 соответственно Участвовали в освободительном походе на Западную Украину 10-я танковая бригада действовала в составе Украинского фронта 21-я в составе Белорусского Несмотря на то, что боевых столкновений с противником во время похода практически не было Танки Т-28 очень хорошо показали себя Пройдя на марше 350-400 км И продемонстрировав при этом весьма удовлетворительную надежность 20-я тяжелая танковая бригада имени Кирова Вооруженная танками Т-28 Участвовала в боевых действиях на Карельском перешейке Во время Советско-финской войны 1939-1940 годов В составе бригады насчитывал 105 танков Т-28 В ходе боев на линии Маннергейма Танки Т-28 использовались по своему прямому назначению Для поддержки пехоты при прорыве укрепленных позиций противника При этом, несмотря на то, что Т-28 создавался по требованиям начала 30-х годов Их применение в целом было весьма успешным Особенно в сравнении с танками Т-26 и БТ В частности, Т-28 легко двигались по снегу глубиной 80-90 см Хорошо преодолевали рвы, эскарпы и прочие противотанковые заграждения Огневой мощи пушек вполне хватало для эффективной борьбы с дзотами и даже небольшими дотами А множество пулеметов позволяло создавать настоящий ливень свинца Однако, вместе с тем, бронирование танков не позволяло им эффективно противостоять огню противотанковой артиллерии В частности, 37-мм пушкам Бафорс Благо, у финнов этих пушек было мало Из 482-х потерянных Т-28 в ходе боев было восстановлено и вернулось в строй 386 танков То есть, свыше 80% Такой высокий процент восстановленных машин объясняется хорошей работой ремонтно-эвокуационной службы бригады Хорошим снабжением запчастями и близостью Кировского завода, производителя Т-28 В среднем, каждый участвовавший в войне Т-28 выходил из строя, восстанавливался и возвращался в строй минимум по два раза Отдельные танки до пяти раз Безвозвратные потери танков Т-28 по итогам войны составили 32 машины 30 сгоревших и 2 захваченных Довольно успешно, несмотря на свою устарелость, танк Т-28 применялся в Великой Отечественной войне По вооружению танк превосходил все машины, имевшиеся в то время в распоряжении вермахта А по броневой защите лишь незначительно уступал только Т-4 Экранированные же Т-28Э превосходили по бронированию все имеющиеся у вермахта образцы бронетехники Танки Т-28 активно использовались на начальном периоде войны, однако практически все они были потеряны в первые месяцы боевых действий Помимо неграмотного использования, нехватки горючего и боеприпасов и общей дезорганизации частей РККА Основной причиной потерь являлась техническая изношенность большинства танков и практически полное отсутствие запчастей к ним Однако практика показывала, что при грамотном использовании Т-28 эти машины, в особенности экранированные, способны эффективно бороться со всеми типами бронетехники противника И противостоять огню малокалиберной противотанковой артиллерии и противотанковым ружьям Боевая карьера Т-28 была отмечена и единичными актами героизма советских танкистов Например, 29 июня 1941 года Т-28 под командованием майора танковых войск с экипажем из трех курсантов совершил рейд по уже захваченными немцами Минску Он таранил вражеские грузовики, сбивал прихоту, уничтожал противника огнем пушки и пулеметом Была уничтожена группа солдат и грузовик на улице Ворошилова, колонна мотоциклистов на улице Ульянова Сосредоточение живой силы и техники противника на улице Генки Купалы и в парке имени Горикова Истратив боеприпасы, танк стал выходить из города и был остановлен только на восточной окраине огнем противотанковой батареи Водитель, старшина Дмитрий Малько, сумел покинуть танк и пробраться через линию фронта к своим Командир пулеметной башни номер 3, курсант Николай Педан, попал в клен и был освобожден в 1945 году Осенью-зимой 1941 года уцелевшие танки Т-28 продолжали эпизодически встречаться на фронтах Небольшое количество этих машин участвовало в битве за Москву К весне 1942 года Т-28 имелись только в Ленинградском военном округе, порядка 20 машин В долголетии Т-28 в ЛВО объяснялась в первую очередь близость к Кировскому заводу На котором все еще оставался запас комплектующих книг Также немаловажную роль сыграло то, что в основном там находились на службе экранированные танки Т-28Э Представлявшие для немецких танков и ПТО серьезные проблемы Т-28 активно использовались в обороне Ленинграда, в том числе и как неподвижные огневые точки Последнее же их боевое применение в составе РКК было зафиксировано зимой 1944 года в операции по снятию блокады Ленинграда Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Как мы видим, танки Т-28 довольно долго воевали в составе РКК и можно сказать весьма успешно Чего нельзя сказать о старшем брате Т-28, пятибашенном танке Т-35 Судьба этой машины складывалась как-то неудачно с самого начала Боевое применение этой машины на фронтах Второй мировой войны было весьма незначительным После прекращения работы над танком Гротто, конструкторское бюро, в состав которого входили советские инженеры, работавшие с Гротто, занялось разработкой собственного тяжелого танка Сборка первого прототипа, получившего обозначение Т-35-1, была окончена 20 августа 1932 года И уже 1 сентября танк был показан представителем УММ РККА Масса танка составляла 42 тонны, броня 30-40 мм Вооружение включало одну 76-мм и две 37-мм пушки На Т-35-1 вместо 76-мм пушки стоял макет А также три пулемета Экипаж был 10-11 человек Длина танка была 9,72 метра Ширина 3,2 метра Высота 3,43 метра Запас хода по шоссе составлял всего 150 км Двигатель М17 мощностью 500 л.с. позволял танку развивать максимальную скорость 28 км в час На испытаниях осенью 1932 года Т-35-1 показал неплохие результаты И в принципе удовлетворял военных Но был отмечен ряд недостатков в силовой установке машины Кроме того, конструкция трансмиссии и пневматических приводов управления Была слишком сложной и дорогой для массового производства танка Конструкторам было предложено доработать проект по указанным направлениям Усилить вооружение и провести унификацию ряда деталей В частности, главных башен со средним танком Т-28 Второй образец, обозначенный как Т-35-2, собрали в апреле 1933 года А 1 мая он уже участвовал в параде на площади Урицкого, бывшей Дворцовой в Ленинграде От Т-35-1 танк отличался помимо главной башни установкой другого двигателя Измененной формы файш-борта и рядом других мелких отличий Параллельно в том же КБ велась разработка чертежей танка Т-35А для серийного производства Т-35А значительно отличался и от Т-35-2 и от Т-35-1 Он имел удлиненную на одну тележку ходовую часть Малой пулеметной башни другой конструкции Средней башни, увеличенной формы, измененную форму корпуса и так далее Все это вызвало ряд трудностей при изготовлении Так как Т-35А являлся по существу совершенно новой машиной Всего за период с 1933 по 1939 год Выпущена 61 серийная машина и два прототипа В процессе производства в конструкцию танка неоднократно вносились изменения В 1937 году увеличили толщину верхнего и нижнего лобовых и бортовых листов Брони, кормы и башен с 20 до 23 мм Мощность двигателя повысили до 580 л.с. Масса танка возросла до 52 тонн, а затем и до 55 Число членов экипажа колебалось от 11 до 9 человек Последняя партия из шести машин, выпущенных в 1938-39 годах, имела башни конической формы Измененную конструкцию бортовых экранов и улучшенное уплотнение корпуса Были также усилены элементы подвески Серийное изготовление Т-35 поручили Харьковскому паровозостроительному заводу имени Коминтерна 11 августа 1933 года танк Т-35 был принят на вооружение И с 1934 года начал поступать в армию Вооружение Т-35 располагалось в пяти башнях, расположенных в два яруса В центральной башне устанавливалась 76-мм пушка КТ-28, образца 1927-1932 годов Планировалось также устанавливать пушку ПС-3 Пушка КТ-28, как уже выше было сказано, представляла собой танковый вариант полковой пушки образца 1927-го года Справа от пушки в независимой шаровой установке имелся пулемет ДТ В нише башни имелась щель для будильной установки еще одного пулемета ДТ, закрываемая бронезаслонкой На ряде танков кормовой пулемет устанавливался в стандартной шаровой установке Кроме того, на круглом люке башни при помощи турельной установки мог устанавливаться еще один пулемет ДТ, предназначенный для стрельбы по воздушным целям Две 45-мм пушки 20К образца 1932 года, обеспечивающие начальную скорость бронебойного снаряда 760 метров в секунду Устанавливались в двух малых пушечных башнях, расположенных по диагонали Пушки были закреплены в подвижных бронировках на ЦАФах и имели спаренные пулеметы ДТ По одному пулемету ДТ устанавливалось в пулеметных башнях, также расположенных по диагонали Боекомплект состоял из 96 выстрелов к 76-мм пушке и 220 выстрелов к двум 45-мм пушкам Также имелось 10 тысяч патронов к пулеметам Вооружение Т-35 было примерно эквивалентно одному среднему танку Т-28 и двум легким танкам Т-26 К 1941 году Т-35 полностью морально устарели, однако с вооружения сняты не были На 22 июня 1941 года в РККА числилось 48 танков Т-35 Все Т-35, имевшиеся в распоряжении 34-й танковой дивизии, к началу войны находились в районе Равы Русской И были потеряны в первые дни войны При этом лишь 7 машин были потеряны непосредственно в бою, 6 на момент начала войны были в ремонте А другие Т-35 выбыли из строя в результате неисправности, сломались на марше и были брошены или уничтожены экипажами Последнее применение танков Т-35, две машины отмечены во время битвы под Москвой Сохранилось множество фотографий брошенных Т-35, сделанных немцем Танкисты Панцерваффе и простые солдаты любили фотографироваться на фоне советских монстров Один Т-35, полностью исправный и оставленный, видимо из-за нехватки топлива, был отправлен немецким командованием на танковый полигон в Кумерсдорфе Где был тщательно изучен немецкими инженерами Последний случай боевого применения Т-35 относится к концу апреля 1945 года Когда в ходе обороны Берлина, один трофейный Т-35 с испытательного полигона Цосина Был включен в состав 4 роты 11 танкового полка вермахта В составе роты танк участвовал в боях в районе полигона, где его подбили уже свои В общем, танк был не совсем удачный Он был очень сложен и дорог, он служил скорее пропагандистским целям Участвуя в парадах и красуясь на плакатах, он поднимал воинственный дух советского народа в довоенное время Вот так показали себя во время Второй мировой войны советские средние и тяжелые танки конструкций начала 30-х годов Теперь перейдем к рассказу о танках Которые были сконструированы непосредственно перед началом войны Это танки КВ и Т-34, а также их потомки, созданные уже в ходе Великой Отечественной войны Начнем со средних танков Они составляли основную ударную силу Красной Армии Собственно, это был один танк Т-34 в двух его основных модификациях Т-34 с 76-мм пушкой и значительно доработанный поздний Т-34 с 85-мм пушкой Много известно об этих машинах и говорить о них можно бесконечно Однако в силу краткости нашего справочного повествования мы уделим внимание основным фактам из истории этих машин Серийный выпуск Т-34 и его модификаций осуществлялся в военные и послевоенные годы Последний из модификаций танка Т-34-85 состоит на вооружении некоторых стран и сегодня Благодаря своим боевым качествам Т-34 был признан рядом специалистов лучшим танком Второй мировой войны При его создании советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между основными боевыми, эксплуатационными и технологическими характеристиками Танк Т-34 является одним из самых известных советских танков и одним из самых узнаваемых символов Второй мировой войны В настоящее время дошло большое количество этих танков в виде памятников и музейных экспонатов Гражданская война в Испании, в которой приняли активное участие поставленные республиканскому правительству легкие танки Т-26 и БТ-5 Продемонстрировала все усиливающуюся роль противотанковой артиллерии и насыщение ей армии разных стран Основным противотанковым оружием стали не противотанковые ружья и крупнокалиберные пулеметы, а скорострельные малокалиберные пушки калибра 25-47 мм Которые легко поражали танки с противопульным бронированием И прорыв обороны, насыщенный подобными орудиями, мог стоить больших потерь в бронетехнике Основу танкового парка РКК в конце 30-х годов составляли танки серий БТ и Т-26 Броневая защита которых была рассчитана максимум на противодействие винтовочным бронебойным пулем и осколкам снарядов Поэтому одним из направлений развития отечественного танкостроения стало радикальное повышение бронезащиты танков от огня наиболее массовых противотанковых средств Практически все перспективные разрабатываемые танки должны были выдерживать огонь 37-мм противотанковой пушки Которая оказалась главным врагом советских танков в Испании Этого можно было добиться как простым увеличением толщины брони, так и расположением бронелистов корпуса под значительными углами наклона Также опыт Испанской войны показал желательность увеличения калибра танковых орудий до 76 мм Это позволяло бы значительно усилить осколочно-фугасные действия снаряда для борьбы с противотанковой артиллерией и полевыми укреплениями противника Вот так и была сформулирована концепция нового типа среднего танка Стали разрабатывать два танка А-20 и А-32 Танк А-20 должен был стать колесно-гусеничным Существует версия о том, что военные, желавшие получить кавалерийский танк, настаивали на постройке только колесно-гусеничного А-20 И лишь настойчивость руководителя КБ-24 Кошкина убедила комиссию в необходимости и возможности постройки обоих танков По другой версии, требование о постройке только А-20 основывалось на том, что в жесткие сроки конструкторы не могут справиться с постройкой двух машин А средства и время будут потрачены напрасно Однако в мае 1939 года оба танка были изготовлены и начались их ходовые испытания А-20 показал несколько лучшую динамику при движении на колесах, но уступил А-32 в проходимости Также выяснилось, что возможности ходовой части А-20 не позволяли усилить бронезащиту и вооружение В то время как на А-32 уже стояла 76-мм пушка Л-10, а толщина брони была больше на 5-10 мм Также возможным было и в дальнейшем увеличении В конце сентября 1939 года, после показа А-20 и А-32 на полигоне в Кубинке руководства НКО и членам правительства было принято решение о увеличении толщины брони А-32 до 45 мм После чего начались ходовые испытания танка А-32, догруженного балластом При этом на танке была установлена башня от А-20 с 45-мм пушкой Броня толста, как шматок украинского сала, шутили разработчики танка В итоге А-20 сошел с гонки и предпочтение было отдано танку А-32 К марту 1940 года завод должен был построить два танка А-32 и закончить их заводские испытания В ночь с 5 на 6 марта танк номер 1 и танк номер 2 без вооружения, закамуфлированные до неузнаваемости а также два тяжелых гусеничных и артиллерийских тягача Ворошиловец в обстановке строжайшей секретности направились своим входом в Москву В связи с поломкой танка номер 2 под Белгородом, обрыв главного фрикциона, колонна разделилась Танк номер 1 прибыл 12 марта на подмосковный машиностроительный завод номер 37 где его и прибывший позднее танк номер 2 привели в порядок В ночь на 17 марта оба танка прибыли на Ивановскую площадь Кремля для демонстрации руководителям партии правительства Как известно, главный конструктор Кошкин сильно простудился в этом марше и вскоре помер от воспаления легких Приказ о постановке Т-34 в серийное производство был подписан Комитетом обороны 31 марта 1940 года В принятом протоколе предписывалось немедленно поставить его на производство на заводах номер 183 и СТЗ Заводу номер 183 предписывалось изготовить первую опытную партию из 10 танков к первым числам июня После окончания испытания двух прототипов был принят план производства предусматривающий изготовление в 1940 году 150 машин Который к 7 июня был увеличен до 600 машин 500 из которых должен был поставить завод номер 183, а остальные 100 СТЗ Из-за задержек с поставками комплектующих в июне на заводе номер 183 были собраны только 4 машины Выпуск танков на СТЗ еще более задерживался Хотя к осени темпы производства удалось поднять, они все еще значительно отставали от плана и задерживались нехваткой комплектующих Так в октябре из-за отсутствия пушек Л-11 военной комиссии был принят лишь один танк Производство Т-34 на СТЗ еще более задерживалось В течение осени 1940 года в конструкцию Т-34 был внесен ряд крупных изменений, таких как установка более мощной пушки F-34 Также на Мариупольском заводе были разработаны летая и штампованные башни Начало серийного производства Т-34 стало завершающим этапом трехлетней работы советских танкостроителей по созданию принципиально новой боевой машины С 1940 по 1945 год постоянно наращивался объем выпуска Т-34, при этом сокращались трудозатраты и стоимость Так, за время войны трудоемкость изготовления одного танка сократилась в 2,4 раза Трудоемкость бронекорпуса сократилась в 5 раз, дизеля в 2,5 раза А стоимость упала почти вдвое С 270 тысяч рублей в 41 году до 142 тысяч рублей в 45 году К 22 июня 41 года в войска было отправлено 1066 танков Т-34 Начало Великой Отечественной войны отодвинуло планы по модернизации танка на несколько лет Перед танкостроителями были поставлены новые задачи Прекратить модернизацию Т-34, свернуть выпуск всей гражданской продукции Приступить к выполнению мобилизационного плана И быть готовым оказать помощь заводам, которые будут переключены на выпуск танков Т-34 Все дальнейшие работы в самые тяжелые периоды Великой Отечественной войны Свелись к увеличению выпуска, эвакуации заводов, удешевлению производства и устранению недостатков Которые довольно сильно подводили на танках ранних выпусков В конструкции серийных машин имелись существенные отличия Вызванные различными условиями производства на каждом из производивших их заводов В определенные периоды времени, а также общим усовершенствованием танка Эти отличия, как правило, группировались по заводу-производителю И в период производства порой с указанием на характерную особенность Если на заводе параллельно производились два и более типа машин Унификация узлов танка стала одной из самых основных задач по его усовершенствованию Танк Т-34 образца 40-го года имел массу 26 тонн, экипаж 4 человека и броню толщиной до 45 мм Отличительной особенностью танка был В-образный 12-цилиндровый дизельный силовой агрегат В-2-34 мощностью 500 лошадиных сил На танке стояла пушка Л-11 калибром 76,2 мм и пулемет ДТ калибром 7,62 мм В 1941 году при производстве на некоторых заводах литую башню заменили сварной Толщина брони при этом возросла с 45 до 52 мм Кроме того, на этом танке было усилено вооружение Вместо пушки Л-11 была установлена Ф-34 того же калибра, но более высокой мощности Этот танк, в отличие от танка образца 40-го года, не имел ящиков для укладки инструмента на бортах Также на нем не было правой фары В 1942 году корпуса и башни танков стали обрабатывать значительно хуже Но обработка самых важных узлов и агрегатах осталась на таком же уровне Толщина брони, башни и корпуса увеличилась до 60 мм На модификациях завода номер 112 в Горьком на танке стали устанавливать дополнительные топливные баки Стоимость одного танка упала с 269 500 рублей до 193 000 рублей На танке Т-34 образца 43-го года, в отличие от Т-34 образца 42-го года, устанавливалась шестигранная башня с броней в 70 мм Т-34 образца 43-го года, выпуска ЧТЗ, имели необрезиненные цельнометаллические катки В конце 43-го года на башне Т-34 появилась командирская башенка со смотровыми щелями Этот танк стал самым массовым Т-34 76-мм пушкой В январе 43-го года Красная Армия под Ленинградом захватила один из первых немецких танков «Тигр» В результате стрель по трофейному танку выяснилось, что наибольшая эффективность достигается при попадании снаряда калибра 85 мм Работа над танком Т-34 85 приобрела особую актуальность Так как производство пушки ЗИС С-53, предназначенной для Т-34 85, задерживалось В качестве временной меры на танк установили уже производившуюся пушку Д-5Т Эта пушка устанавливалась только на танк первой партии Т-34 85 образца 43-го года В начале 44-го года начали производить пушку ЗИС С-53, в которой была заменена Д-5Т Так появился Т-34 образца 44-го года Т-34 85 имел башню увеличенных размеров, в которой размещалось не 2, а 3 человека Броня достигла 75-90 мм Вместо пулеметов ДТ устанавливались пулеметы ДТ-М На некоторых Т-34 образца 43-го года вместо курсового пулемета устанавливался огнемет АТО-41 со 100 литрами огнесмеси В таком варианте танки назывались ТО-34 С начала производства Т-34 85 на него таким же образом установили огнемет АТО-42 с 200 литрами огнесмеси Такие машины использовались для поражения долговременных огневых точек На часть танков устанавливался катковый минный трал Имелась также модификация мостного кладчика Также на шасси Т-34 производились самоходные артиллерийские установки Немногочисленной модификацией был танк Т-34 57 Танк-истребитель, вооруженный 57-мм пушкой ЗИС-4 Работы над ним начались летом 40-го года К декабрю того же года был создан опытный экземпляр орудия А в апреле 41-го года орудие было установлено на танк и отстреляно на полигоне Испытания прошли неудачно Пушка требовала серьезной доработки, которая была проведена в сжатые сроки Уже в июле новое орудие было вновь установлено в танк Удачно прошло испытание и было принято на вооружение Серийное производство орудий велось с августа по ноябрь 41-го года Точное количество принятых войсками в 41-м году этих танков-истребителей неизвестно Во всяком случае их было не более 100 штук Некоторое количество этих танков успешно показало себя в битве под Москвой В декабре 41-го года производство ЗИС-4 как и ЗИС-2 было прекращено Всего танка Т-34 всех модификаций было произведено более 60 тысяч экземпляров Первые Т-34 стали поступать в войска в конце осени 40-го года К 22 июню 41-го года было выпущено 1066 танков Т-34 В приграничных военных округах в составе механизированных корпусов насчитывалось 967 Т-34 В том числе в Прибалтийском военном округе 50 штук В западном особом военном округе 266 штук и в киевском военном округе 494 штуки Удельный вес танков новых типов Т-34, КВ и Т-40 в войсках был невелик Основу танкового парка РКК перед войной все еще составляли легкобронированные Т-26 и БТ С первых же дней войны Т-34 приняли самое активное участие в боевых действиях В ряде случаев Т-34 добивались успеха Но в целом их использование, как и танков других типов в ходе приграничного сражения оказалось малоудачным Большинство танков было быстро потеряно При этом наступление немецких войск остановить не удалось Достаточно характерна судьба машин 15-го механизированного корпуса Имевшего на 22 июня 41-го года 72 танка Т-34 и 64 танков КВ За месяц боев почти все танки вверх корпуса были потеряны Все эти неприятности происходили из-за малой выучки личного состава, а также дефицита снарядов и запасных частей Также сказывались ранние дефекты конструкции Особенно досаждали трансмиссии и фрикционы Из-за отвратительного воздухоочистителя ресурс двигателя был очень мал Нужно также отметить, что первые потери у Т-34 случились еще до войны Необученные механики вместо солярки заливали бензин Несколько танков было вот так смешно выведено из строя В боях лета 41-го года быстро выяснилась недостаточная эффективность против Т-34 Наиболее массовой в то время немецкой армии 37-мм противотанковых пушек Но вермахт обладал средствами, позволяющими успешно бороться с Т-34 В его арсенале были 50-мм противотанковые пушки ПАК-38 47-мм противотанковые пушки ПАК-181Ф и ПАК-36Т Также против танков применялись 88-мм зенитные пушки, 100-мм корпусные орудия и 105-мм Гаубинс Несомненно, немцы удивились появлением у советской армии танков Т-34 и КВ Однако, они все-таки нашли способ, как с ними бороться Когда упразднили мех корпуса, к концу лета 41-го года Самой крупной танковой организационной единицей стала бригада До осени 41-го года отправляемые на фронт заводов танки Т-34 Составляли небольшой процент среди советских танков И не доставляли немцам серьезных проблем Однако, поскольку количество старых типов танков быстро сокращалось Доля Т-34 в составе советских танковых сил постепенно росла Так, к 16 октября 41-го года на московском направлении Из имевшихся 582 танков почти 42% 244 танков составляли Т-34 С осени 41-го года Т-34 начали уже существенно досаждать немцев После битвы за Москву Т-34 становится основным танком РКК В 1942 году их выпускается больше, чем всех остальных танков вместе взятых В 1942 году Т-34 принимает самое активное участие в боях по всей линии фронта С исключением Ленинградского фронта и Кольского полуострова Особенно значительна была роль этих танков в Сталинградской битве Что связано с близостью к району боевых действий Сталинградского тракторного завода Из цехов которого танки выходили прямо на фронт Необходимо отметить, что с конца 41-го года немецкие войска Начали получать новые, более эффективные средства противотанковой борьбы В 1942 году Т-34 постепенно начал утрачивать положение Относительные неуязвимости от штатных противотанковых средств мермарктов С конца 1941 года немецкие войска стали получать значительное количество Подкалиберных и кумулятивных снарядов Также с весны 1942 года в немецкие войска стали приходить мощную 75-мм противотанковую пушку ПАК-40 Усиливалось вооружение немецких танков и самоходных орудий Они получили длинноствольные 50-75-мм пушки с высокой бронепробиваемостью Постепенно происходило усиление лобовой брони немецких танков и штурмовых орудий 1943 год стал годом наиболее массового производства и использования Т-34 с 76-мм пушкой Крупнейшим сражением этого периода стала Курская битва В ходе которой советским танковым частям, основу которых составляли Т-34 Совместно с другими родами войск удалось остановить немецкое наступление Понеся при этом гигантские потери ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Модернизированные немецкие танки и штурмовые орудия, имевшие усиленные до 70-80 мм лобовую броню, стали малоуязвимы для пушки Т-34. При этом их артиллерийское вооружение позволяло уверенно поражать советские танки. Появление мощно вооруженных и хорошо бронированных тяжелых танков Тигр и Пантера поставило вопрос о существенной доработке Т-34. Так появился танк Т-43. Это была очень серьезная модернизация Т-34, она требовала остановки производства. Поэтому, дабы не останавливать конвейер, решили идти малыми шагами. Таким образом, появилась модификация Т-34-85. В 1944 году Т-34 с 76-мм пушкой продолжал оставаться основным советским танком. Но с середины года танк стал постепенно вытесняться Т-34-85. В составе советских танковых частей Т-34 приняли участие в крупных наступательных операциях, закончившихся разгромом большого количества немецких частей и освобождением значительных территорий. Несмотря на отставание перед немецкими танками в вооружении и бронировании, Т-34 действовали вполне успешно. Советское военное руководство, создав значительный численный перевес и захватив стратегическую инициативу, могло выбирать направление ударов и, взломав оборону противника, вводить танковые части в прорыв, проводя масштабные операции на окружении. Немецкие танковые части в лучшем случае успевали парировать намечавшийся кризис. Худшим были вынуждены быстро отступать из намечавшихся котлов, бросая неисправную, либо просто оставшуюся без горючего технику. Советское военное руководство стремилось по возможности избегать танковых сражений, предоставляя борьбу с немецкими танками, противотанковой артиллерией и авиацией. Значительно возросшая к началу 1945 года техническая надежность Т-34 позволяла командованию проводить серии быстрых и глубоких операций с их участием. В начале 1945 года штаб 1-й гвардейской танковой армии отметил, что Т-34 перекрывали гарантийные сроки эксплуатации в 1,5-2 раза и имели практический ресурс до 250-400 моточасов. К началу 1945 года Т-34 с 76-мм пушкой оставался в войсках уже относительно немного. Нишу основного советского танка прочно заняли Т-34-85. Тем не менее, оставшиеся машины, в частности в виде саперных танков-тральщиков, приняли активное участие в сражениях завершающего года войны, в том числе и в берлинской операции. Некоторое количество этих танков приняло участие в разгроме японской квантулской армии. Т-34-85 до сих пор находится на вооружении ряда государств. В 21 веке танк Т-34 играет роль памятника истории. Это не модели, а вполне реальные боевые машины. В основном после ремонта они могут поехать и даже вступить в буря. Последний Т-34, выпущенный Уралвагонзаводом, по просьбе рабочих, в 1945 году был установлен перед проходной завода. Через 36 лет, в 1981 году, он своим ходом переехал на новый постамент и с тех пор ежегодно участвует в парадах в День Победы. Также демонстранты во время антиправительственных наступлений в Будапеште в 2006 году угнали танк с размещенной в центре города экспозиции и пытались прорвать полицейское оцепление. Однако были остановлены полиции, применившейся изоточилый газ. Этот танк стал символом победы и самым массовым инструментом Красной Армии. Английская линейная пушка, немецкий самолет Мессершмитт и советский танк-34. Но если о первых двух неизвестно все, то я никак не могу понять, кто и как создал чудо-танк, сказал Черчи про лучшее оружие Второй мировой войны в 1945 году. На начальном этапе войны Т-34, как и КВ, не имели достойных аналогов немецкой армии. После модернизации танк Т-34 с 85-мм пушкой воплощал в себе совершенное удачное сочетание подвижности, брони, огневой мощи и простоты конструкции. По этим параметрам он существенно превосходил поздние модификации немецких танков Т-4 и Пантеры. Ну и самым важным, наверное, была вера в оружие, которая появилась сама, а потом старательно взращивалась советскими средствами агитации. Эта вера сложилась из нескольких факторов. Фактор первый – наклонная противоснарядная броня. Фактор второй – дизельный двигатель, который, по мнению танкистов, был менее пожароопасен. Фактор третий – довольно мощное на момент начала войны орудие. Это все были психологические факторы. Были и экономико-технические причины. Т-34 производился настолько массово, что немцы даже иной раз говорили – разрушишь один танк, на его месте появится 10. Танк существенно модернизировался один раз. Однако постоянно проводилась работа над ошибками. Удешевлялась и ускорялась производство. В результате появилась идеально уравновешенная машина. Вот, собственно, все о средних танках советского производства. Были еще и иностранные средние машины на службе в Красной Армии. Но о них мы поговорим попозже. Субтитры подогнал «Симон»! 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 «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! Субтитры подогнал 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 «Симон»! и сварная с закругленной нишей. Толщина брони у сварных башен была 75 мм, у литых 95 мм. Это происходило из-за того, что литая броня была менее прочной. В 1941 году сварные башни и бортовые бронеплиты некоторых танков были дополнительно усилены. На них на болтах закрепили 25-мм броневые экраны. Причем между основной броней и экраном оставался воздушный промежуток. Этот вариант КВ-1 фактически получила разнесенное бронирование. На танках первых выпусков устанавливалась пушка L-11 калибра 76 мм с боекомплектом 111 выстрелов. Интересно, что изначальный проект предусматривал еще и спаренную с ней 45-мм пушку 20К, хотя по бронепробиваемости 76-мм танковой пушки L-11 практически не уступала противотанковой 20К. Стереотипы о необходимости иметь 45-мм противотанковую пушку объяснялись ее более высокой скорострельностью и большим боекомплектом. Но уже на прототипе, направленном на Карельский перешейк, 45-мм пушку сняли и установили вместо нее пулемет ДТ-29. Впоследствии пушку L-11 заменили на 76-мм орудие F-32, а осенью 41-го года на орудие ЗИС-5 с большей длиной ствола. Пушка ЗИС-5 монтировалась на цапок в башне и была полностью уравновешена. Сама башня с орудием ЗИС-5 также являлась уравновешенной. Ее центр масс располагался на геометрической оси вращения. Пушка ЗИС-5 имела вертикальные углы наводки от минус 5 до плюс 25 градусов. При фиксированном положении башни она могла наводиться в небольшом секторе горизонтальной наводки. Это была так называемая ювелирная наводка. Выстрел производился посредством ручного механического спуска. Как уже выше было сказано, боекомплект орудия составлял 111 выстрелов унитарного заряжения. Выстрелы укладывались в башни и вдоль обоих бортов боевого отделения. На танки КВ устанавливались три пулемета ДТ-29 калибром 7,62 мм. Это были спаренный с орудием пулемет, а также курсовой и кормовой в шаровых установках. Прекомплект КВ-7 ДТ составлял 2772 патруль. КВ-1 оснащался четырехтактным V-образным 12-цилиндровым дизелем V2K мощностью 500 л.с. при 1800 оборотах в минуту. Впоследствии из-за общего увеличения массы танка после установки более тяжелых литых башен, экранов и отмены стружки кромок бронеплит, мощность двигателя довели до 600 л.с. КВ стал родоначальником целой серии тяжелых танков. Первым потомком КВ стал танк КВ-2, вооруженный 152 мм галубицей М-10, установленной высокой башней. Танки КВ-2 по существу являлись тяжелыми САУ, так как предназначались для борьбы с ДОТом. Огонь они могли вести только с места. КВ-2 начали выпускать в 1940 году, а вскоре после начала Великой Отечественной войны их производство было свернуто. Эта боевая машина была разработана конструктором СИМ-бюро Ленинградского Кировского завода ЛКЗ в январе 1940 года в связи с острой необходимостью рабочей крестьянской Красной Армии в хорошо защищенном танке с мощным вооружением для борьбы с фортификациями линии Маннергейма во время Советско-финской войны и серийно выпускался на ЛКЗ до октября 1941 года включительно. Причиной снятия с производства послужили сразу несколько факторов. Материалоемкость и низкая надежность танка, временное отсутствие надобности РКК в такого рода машинах, эвакуация ЛКЗ и общее прекращение выпуска танков в Ленинграде после замыкания блокадного кольца. Всего ЛКЗ построил 334 танка КВ-2, которые активно применялись в боевых действиях 1941 года и также были практически все потеряны. В 1940 году планировалось запустить в производство и другие танки серии КВ. В качестве эксперимента изготовили два танка КВ с броней 90 мм, один с пушкой 76 мм и F-32, другой с 85 мм пушкой. Также изготовили еще два с броней 100 мм с аналогичным вооружением. Эти танки получили единое обозначение КВ-3, но дальше изготовление опытных образцов дело не пошло. В апреле 1942 года на базе КВ был создан огнеметный танк КВ-8. Корпус остался без изменений. В башне устанавливался огнемет АТО-41 или АТО-42. Вместо 76 мм пушки пришлось установить 45 мм пушку образца 1934 года с маскировочным кожухом, воспроизводящим внешние очертания 76 мм пушки. Это было сделано потому, что 76 мм пушка вместе с огнеметом в башне не помещалась. В августе 1942 года было решено начать производство КВ-1С. С означает скоростной. Танк облегчили, в том числе и за счет утончения брони. Например, борта корпуса утончили до 40 мм, лоб литой башни до 82 мм. После всего этого она все равно оставалась непробиваемой для немецких пушек. Зато масса танка уменьшилась до 42,5 тонн, а скорости проходимость существенно выросли. К серии КВ относят также танк КВ-85 и самоход к УСУ-152, она же КВ-14. Расскажем поподробнее о КВ-85. Эта боевая машина была разработана конструкторским бюро опытного завода номер 100 в мае-июле 1943 года, в связи с появлением у противника новых тяжелых танков «Тигр». КВ-85 был принят на вооружение РККА 8 августа 1943 года и серийно выпускался на Челябинском Кировском заводе ЧКЗ до октября того же года, включительно. Причиной снятия с производства послужил переход ЧКЗ на выпуск более совершенного тяжелого танка ИС-1. Всего ЧКЗ построил 148 танков КВ-85, которые активно применялись в боевых действиях 44 года. Все посланные на фронт машины были безвозвратно потеряны или списаны в 44-45 годах. Поскольку танки КВ-85 по своим характеристикам несколько уступали немецким тяжелым танкам и их броня уже не была достаточной, то бои с участием КВ-85 шли с переменным успехом, а результат в известной степени определялся выучкой экипажа. Основным назначением КВ-85 был прорыв заранее укрепленных и бронительных полос врага, где основной опасностью были не столько танки противника, сколько его противотанковые буксированные и самоходные пушки, минно-взрывные и инженерные заграждения. Несмотря на недостаточное бронирование, свою задачу КВ-85 в основном выполнили, но ценой значительных потерь. Итак, поподробнее остановимся на оценке боевого применения танков линейки КВ. Первые же встречи немецких танкистов с КВ ввели их в состояние шока. Танк практически не пробивался из немецких танковых пушек. Немецкий подкалиберный снаряд 50-миллиметровой танковой пушки пробивал борт КВ с дистанции 300 метров, а лоб только с расстояния 40 метров. Противотанковая артиллерия была также малоэффективна. Так, бронебойный снаряд 50-миллиметровой противотанковой пушки ПАК-38 позволял поражать КВ в благоприятных условиях на дистанции только меньше 500 метров. Гораздо более эффективен был огонь 105-миллиметровых гаубиц и 88-миллиметровых зенитов. Немцы очень серьезно оценивали танки семейства КВ. Одной из целей захвата Ленинграда было то, что там находился единственный завод по производству этих тяжелых танков. Работники завода вспоминали, что в наиболее драматичные моменты осады Ленинграда доходило до того, что полусобранные КВ вели огонь по противнику прямо из заводских цехов через проделанные в стенах амбразуры. Да, бесспорно, это был революционный танк. Однако, танк был технически сырым. Особенно много хлопот доставляла трансмиссия. Она часто выходила из строя. И если в открытом бою КВ действительно не имел себе равных, то в условиях отступления многие КВ, даже с мелкими поломками, приходилось бросать или уничтожать. Чинить или эвакуировать их не было никакой возможности. Несколько КВ, брошенных или подбитых, были восстановлены немцами. Трофейные КВ использовались непродолжительное время. Сказывалось отсутствие запчастей. КВ вызывал противоречивые оценки военных. С одной стороны неуязвимость, с другой недостаточная надежность. С одной стороны высокая проходимость, с другой низкой скорость и маневренность. КВ слыл разрушительным дорог и мостов. КВ также не имел особых преимуществ перед Т-34. Танки были равны по огневой мощи. Оба были малоуязвимы для противотанковой артиллерии. При этом Т-34 обладал лучшими динамическими характеристиками, был дешевле и проще в производстве. Модернизация КВ до КВ-1С окончательно приблизила его к характеристикам среднего танка Т-34. Итак, можно отметить, что танк КВ был действительно революционной для своего времени машиной. Он не имел себе равных в начале войны, но с приходом на вооружение вермахта Тигров он окончательно и мгновенно устарел. Попытки его модернизации были малоуспешными. Однако на начальном этапе войны КВ нанесли по немцам довольно сильные материальные и психологические удары. Известно большое количество случаев их удачного применения и героизма в руках опытных экипажей. На КВ воевал старший лейтенант Зиновий Колобан. В одном бою 19 августа 1941 года он уничтожил 22 немецких танка и два противотанковых орудия. Лейтенант Семен Коновалов подбил 16 танков и два бронеавтомобиля противника. 8 ноября 1941 года экипаж КВ лейтенанта Мартынова отбил атаку 14 немецких танков, уничтожил 5 из них и 3 захватил в качестве трофеев. 5 декабря 1941 года лейтенант Гудь на КВ-1 вступил в бой с 18 немецкими танками. Он подбил 10 из них, а также уничтожил 4 противотанковых орудия. В начале немецкого блицкрига один танк КВ потерял ход и, закрыв узкое место дороги, несколько дней сдерживал наступление целой немецкой армии. Кончились боеприпасы и немцы все-таки подбили его. Кто был в экипаже этого танка неизвестно, но немцы, понимая героизм наших танкистов, похоронили их со всеми почестями. Нацисты тогда еще не были озлоблены долгой войной. В начале войны у склонных к миститизму немцев танк КВ получил прозвище Призрак, поскольку снаряды стандартной 37-мм противотанковой пушки чаще всего не оставляли на его броне даже в мяте. Субтитры создавал DimaTorzok В середине войны из-за появления у немцев танков Тигр и Пантера встал вопрос о создании нового тяжелого танка. Так началось развитие танков семейства ИС и оси встали. ИС-1 по своей сути являлся глубокой модернизацией предыдущей модели тяжелого танка КВ. КВ-1 или КВ-1С. В значительной переработке с целью усиления подверглись броневая защита и вооружение. Для улучшения эксплуатационных характеристик и надежности ИС-1 получил новую коробку переменопередач планетарного типа. Однако в своей конструкции новый танк унаследовал большое число деталей от танков КВ различных модификаций. Как и все другие советские серийные тяжелые и средние танки того времени, ИС-1 имел классическую компоновку. Броневой корпус танка, кроме лобовой детали, сваривался из скатанных броневых плит толщиной 90, 75, 60, 30 и 20 мм. Лобовая деталь обтекаемой форме с рациональными углами наклона брони являлась литой. В различных частях ее толщина варьировалась от 30 до 127 мм. С остальными деталями она соединялась сваркой. Броневая защита демпфирована противоснарядом. Обтекаемая башня представляла собой броневую отливку сложной геометрической формы. Ее борта толщиной 100 мм располагались под углом вертикали для повышения снаряда устойчивости. Лобовая часть башни с амбразурой для орудия, образованной пересечением четырех сфер, отливалась отдельно и соединялась болтами с самой башней. Основным вооружением ИС-1 являлась пушка Д-5Т калибра 85 мм. ИС-1 оснащался четырехтактным В-образным 12-цилиндровым двигателем В-2ИС мощностью 520 л.с. 4 сентября 1943 года тяжелый танк ИС-85 приняли на вооружение Красной Армии, но вооружение тяжелого танка 85-мм пушкой оказалось недостаточным. Опытный завод номер 100 обязали до 15 октября 1943 года изготовить танк ИС, вооруженный пушкой калибра 122 мм, а до 1 ноября арт-самоход на его базе ИСУ-152. Первым идеей вооружения ИС-а орудием более крупного калибра, чем 85 мм, высказал директор и главный конструктор завода номер 100 Котин. В начале августа 1943 года, изучая итоги Курской битвы, он обратил внимание на то, что из всех арт-систем наиболее успешно боролась с тиграми 122-мм корпусная пушка А-19. К тому же выводу пришли и конструкторы завода номер 9, где был разработан и изготовлен опытный образец тяжелого противотанкового орудия Д-2 путем наложения ствола с баллистикой пушки А-19 на лафет 122-мм дивизионной гаубицы М-30. Использовать это мощное орудие предполагалось в первую очередь для борьбы с тяжелыми танками противника. Получив с завода номер 100 необходимую документацию, в КБ завода номер 9 быстро выполнили эскизный проект компоновки А-19 в башне танка ИС-85, который Котин повез в Москву. Проект очень понравился наркома танковой промышленности Малышеву и был одобрен Сталину. Постановлением ГКО от 31 октября 1943 года танк ИС со 122-мм пушкой был принят на вооружение Красной Армии. При этом заводу номер 9 предписывалось изготовить к 11 ноябрю 1943 года танковый вариант орудия А-19 с поршневым затвором и предъявить его на испытание стрельбой 27 ноября. Одновременно приказывалось осносить это орудие кленовым затвором и начать его выпуск в 1944 году. Было разрешено также и изготовление опытных образцов 100-мм пушек для вооружения танка ИС. Первый образец пушки А-19 танковой изготовили 12 ноября. В люльку Д-5Т установили ствол пушки Д-2, снятый с лафета М-30, с дополнительной обточкой его направляющей части до диаметра люльки. С орудия Д-2 позаимствовали и Т-образный дульный тормоз. Государственные испытания ИС-122 Объект-240 прошли очень быстро и в общем успешно. После чего танк перебросили на один из подмосковных полигонов, на котором из 122-мм пушки с дистанции 1500 метров в присутствии Ворошилова был сделан выстрел по пустому, уже расстрелянному трофейному немецкому танку «Пантера». Снаряд, пробив бортовую броню в развернутой вправо башне, ударил противоположный лист, оторвал его по сварке и отбросил на несколько метров. В ходе испытания у пушки А-19 разорвало Т-образный дульный тормоз, при этом Ворошилов едва не погиб. После этого дульный тормоз заменили на другой, двухкамерный, немецкого типа. Этот доработанный вариант А-19 получил название Д-25Т, и его массовое производство было запущено на заводе номер 9 немедленно. Поначалу в его освоении были трудности, поэтому изучался вопрос об установке в ИС непосредственно пушки А-19. Однако, проблему удалось преодолеть, и в дальнейшем установка А-19 в танк не потребовалась. Так появился тяжелый танк ИС-2 или ИС-122. Правда, вопрос вооружения танка ИС-2 не был закрыт полностью. Военных не устраивали ни низкая скорострельность, ни малый боекомплект. Всего 28 выстрелов раздельного заряжания. Для сравнения, боекомплект ИС-1 состоял из 59 выстрелов, а КВ-1С ИС-114. Производство танка продолжалось с декабря 1943 года по июнь 1945. Несколько машин этой марки также выпустил Ленинградский Кировский завод. Боевое крещение ИС-2 приняли в начале 1944 года, причем оно было вынужденным, оборвав лановую тщательную подготовку экипажа для новой машины. Продемонстрированные в бою высокие боевые качества сразу же привели к приказу о максимальном увеличении объемов производства ИС-2. Однако, в угоду массового выпуска, был приостановлен процесс тестирования и доводки танка. Для обеспечения качества серийных ИС-2 и их совершенствования в начале 1944 года Котина и часть его сотрудников отстранили от работ по новым машинам для устранения дефектов нового танка. Доводка машины проходила тяжело. Так, в апреле 1944 года военная приемка докладывала о том, что существенного улучшения качества выпускаемых на ЧКЗ танков ИС-2 и САУ на базе его не произошло. Летом 1944 года качество производства танков стало расти и уже к ноябрю вышло на нужный уровень. Рапорты из войск свидетельствовали, что ИС-2 без аварийной работы перекрывает гарантийный километраж в тысячу километров. Отлаженный производственный механизм по выпуску ИС-2 привел к тому, что машины 1945 года выпуска считались довольно надежными и нетребовательными при эксплуатации. ИС-2 по своей сути являлся дальнейшим усовершенствованием танка ИС-1, который в свою очередь был глубокой модернизацией предыдущей модели тяжелого танка КВ-1. По сравнению с ИС-1 более чем значительно было усилено вооружение, а на модификациях образца 1944 года со спрямленным лобовым бронированием также была повышена защищенность от огня противника во фронтальном секторе. Как и все другие советские серийные тяжелые и средние танки того времени, ИС-2 имел классическую компоновку. Лобовое бронирование ИС-2 неплохо противостояло немецким снарядам. Верхняя деталь ступенчатого носа пробивалась калиберными бронебойными снарядами 88-мм пушки КВК-36 с расстояния 1000-1200 метров. 75-мм пушка КВК-42 могла пробить броню танка с расстояния 800-900 метров. Пушка же ПАК-40 75 мм только с 400 метров. Но для 1944 года это уже считалось явно недостаточным. Поэтому в результате интенсивной работы защиту лба корпуса ИС-2 удалось сильно улучшить. Спрямленную верхнюю лобовую деталь 75-мм бронебойные подкалиберные снаряды не пробивали в упор. Литой нос толщиной 120 мм не пробивался в упор 88-мм снарядами. А катанный нос толщиной 90 мм 88-мм снаряды пробивали только с 450 метров. 122-мм танковая пушка Д-25Т являлась самым мощным серийным танковым орудием Второй мировой войны. Следует, правда, отметить, что качество изготовления бронебойных снарядов у немцев было существенно лучше, а их ассортимент включал подкалиберные и кумулятивные варианты. Тогда как до 1945 года для Д-25Т выпускался единственный бронебойный калиберный остроголовый снаряд БР-471. Однако выстрел из этой пушки легко разрушал все немецкие танки. К тому же 120-мм калибр позволял использовать усиленные осколочно-фугасные заряды, что делало танк самым необходимым средством борьбы с хорошо укрепленной обороной противника. ИС-2 стал основным штурмовым танком. Самым серьезным недостатком ИС-2, а точнее его пушки, была малая скорострельность. Всего, в лучшем случае, три выстрела в минуту. Это было вызвано раздельным заряжанием. Из-за этого в дуэлих с тиграми и пантерами, если ИС-2 промахивался, он рисковал получить несколько 88-75-мм немецких снарядов до того, как он успеет выстрелить еще. Хотя малая скорострельность в реальной обстановке боя оказалась не столь уж влияющим на его исход. Лейтенанты Клименко, Беляков и Удалов подбили и уничтожили несколько тигров-2. Причем для вывода из строя последних потребовалось несколько попаданий. Но столкновения с тиграми были довольно редкими, да и немцы уже не вели себя нагло. Выдержка из отчета управления самоходной артиллерией Красной армии о работе в период Великой Отечественной войны свидетельствует. Установка 122-мм пушек на танке ИС вернула нашим танкам утраченное на время превосходство над противником в артиллерийском вооружении тяжелых танков. По мощности своего выстрела 122-мм пушка Д-25 оставила далеко позади 88-мм пушки немецких машин. Боевые действия танков ИС показали, что 122-мм пушки являются наиболее действенным средством борьбы против тяжелых и средних танков противник, обеспечив пробитие их брони с дистанции 2500 метров. В целом, новый танк полностью оправдал ожидания командования как средство качественного усиления частей и подразделений, предназначенных для прорыва заблаговременно и хорошо укрепленных полос противника, а также штурмов городов. Машина была надежной. Основную роль в быстром восстановлении боеспособности советских танковых частей сыграла высокая живучесть и ремонтопригодность ИСов и созданных на их базе САУ. Нередкими были случаи, когда полк, накануне потерявший большую часть своих машин, уже через день-два был снова готов к бою. Вместе с самоходками на базе ИС-2 сам ИС-2 активно использовался для штурмовых действий против укрепленных городов, такие как Будапешт, Бреслау, Берлин. В этих жарких боях ИС-2 несли значительные потери. И бытует мнение, что основная часть потерь произошла за счет исключительной эффективности немецких ручных противотанковых гранатометов Panzerfaust и Panzerschreck. Но это не совсем так. Более 85% выведенных из строя танков приходится на ствольную танковую и противотанковую немецкую артиллерию. А имевшиеся случаи массового поражения ИС-2 кумулятивными гранатами объясняются в основном грубыми нарушениями тактики городского боя командирами РККА, когда танки бросались вперед без надлежащего прикрытия со стороны своей пехоты. Попытки взять город с налета без использования тактики штурмовых групп приводили к серьезным потерям. Экипажи ИС-2 в городских боях, например, при штурме Берлина, расходовали в день два или три боекомплекта. Они как-то ухитрялись находить в танке место для дополнительных снарядов до 42 штук вместо 28 штатных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для адекватного противодействия ИС-2 противнику требовались тяжелые противотанковые средства, которые, как правило, являлись дорогостоящими, трудновосполняемыми и далеко не всегда присутствующими в данном конкретном месте в нужное время. Тяжелые танки встречались на поле боя крайне редко, поэтому противотанковые качества ИС-2 были не столь уж важны. Однако с появлением ИС-2 случился психологический перелом, который уже не давал возможность с тигром хозяйничать на поле боя, что было вполне достаточно. Так что танк ИС-2 наряду с Т-34-85 явился основной ударной силой, разрушивший врага уже на его сильно обороняемой территории. Субтитры создавал DimaTorzok Несомненно, в победе над фашистской Германией довольно большую роль сыграли, особенно на начальном этапе войны, средние и тяжелые танки союзников. На начальном этапе войны в Советский Союз поставляли средние танки Матильда-2 и М3 Ли. Позднее стали поставлять танки Черчилль и Шерман. Эти машины имели свои положительные черты, но в основном не сильно радовали советских танкистов. Зачастую это было связано с тем, что эти машины просто были не приспособлены для эксплуатации в советских климатических и материально-технических условиях. Первые английские танки 20 Матильда-2 и Валентайнов прибыли в Архангельс с караваном PQ-1 11 октября, а всего до конца 41-го года в СССР прибыло 466 танков, из них 187 Матильда-2. Пехотный танк Матильда-2 англичане прилили на вооружение накануне Второй мировой войны. Эта 27-тонная машина была защищена 78-мм броней, которую не пробивала ни одна немецкая танковая или противотанковая пушка, за исключением 88-мм зенитки. Танк вооружался 40-мм пушкой или 76-мм гаубицей. В качестве двигателя использовался парк дизелей АЕЦ или Лейланд общей мощностью 174 или 190 лошадиных сил, что позволяло танку развивать скорость до 25 км в час. Всего до августа 43-го года в Великобритании было выпущено 2987 Матильд-2, из которых 1084 было отправлено в СССР. Из них прибыло в СССР только 918 штук, остальные погибли в пути. Танкисты много натерпелись от Матильд. Матильды прибыли на советско-германский фронт, оснащенный так называемыми летними гусеницами, которые не обеспечивали нужного сцепления с грунтом в условиях зимы. Поэтому были случаи, когда танки скатывались с обледнелых дорог в кюветы. Для решения этой проблемы на траке гусениц приходилось наваривать специальные металлические шпоры. В сильные морозы трубопроводы жидкостной системы охлаждения, расположенные близко к днищу, замерзали даже при включенном двигателе. Между фальшбортами и гусеницами часто набивалась грязь, которая замерзала и лишала танк хода. Приходилось вылезать и работать лопатой, также выгребая из фальшбортов куски немецких солдат. Если сравнивать Матильду не со средним танком Т-34, а с легкими Т-60, Т-26 или БТ, которые составляли более половины парка танковых частей центральных фронтов, английская машина значительно превосходила их. По бронированию Матильда превосходила и КВ 78 мм против 75, а 40-мм английская пушка по бронепробиваемости не уступала советской 45-ке. Танкистами отмечалась надежность работы дизельного двигателя и планетарной коробки передач, а также простота в управлении танком. Конструкция Матильды была более сложной, чем у советских танков, а это в свою очередь затрудняло подготовку экипажей. Одним из главных недостатков вооружения Матильды являлось отсутствие осколочно-фугасных снарядов к 40-мм пушке. Поэтому уже в декабре 41-го года на основании распоряжения ККО конструкторское бюро Грабина на заводе номер 92 разработало проект перевооружения Матильды 76-мм пушкой ЗИС-5 и пулеметом ДТ заводской индекс ЗИС-96 или С-96. В этом же месяце один образец такого танка прошел испытание и был отправлен в Москву. В январе 42-го года последовало решение о подобном перевооружении всех Матильд. Такая мера уравнивала боевые возможности с КВ. В реальности же перевооружение проведено не было. С весны 42-го года в нашу страну стал прибывать танк огневой поддержки пехоты Матильда Си-Эс вооруженной 76-мм гаубицей имеющей в боекомплекте фугасные снаряды что позволяло более эффективно вести борьбу с огневыми точками противника. Несмотря на свои недостатки Матильда-2 помогла советской армии выставить самый тяжелый момент. Не совсем удачной машиной в применении на Восточном фронте был танк М3 Ли. В СССР по ленд-лизу поставляли танки модификации М3А3 и М3А5 с дизелями. Всего было поставлено около 300 машин. Поставка шла двумя путями через Мурманск и через Иран. Танки Ли воевали под Харьковом в Калмысских степях южней Сталинграда на Северном Кавказе и на Дальнем Востоке. Во время перевозки танков морским путем судовые экипажи использовали 37-мм пушки танков М3, стоящих на палубе для отражения налетов немецкой авиации. В СССР танки М3 встретили без восторга. К середине 1942 года броня М3 уже не спасала от немецких 75-мм танковых пушек. Также необходимы были скорость, скрытость и маневренность, чего у М3 не было. Высокий с плохой проходимостью с валомощным двигателем 340 лошадиных сил, к тому же весьма чувствительный к топливу и к маслу танк вызывал лишь раздражение. Танкисты старались избавиться от этих танков и пересесть на отечественные 34-ки. Но самым большим недостатком танка М3 были резинометаллические гусеницы. Если во время боя наехать на огонь, резина загоралась, гусеница разваливалась и танк становился неподвижной мишенью. М3 советские танкисты окрестили братской могилой на шестерых. Вот как в своем рапорте отзывался о танке командир 134-го танкового полка Тиханчук в конце 42-го года. Американские танки в песках работают исключительно плохо. Беспрерывно спадают гусеницы, вязнут в песке, теряют мощность, благодаря чему скорость исключительно мала. При стрельбе по танкам противника, ввиду того, что 75-мм пушка установлена в маске, а не в башне, приходится разворачивать танк, который зарывается в песок, что очень затрудняет огонь. В общем, машина не радовала и существенно не повлияла на ход боевых действий. Довольно спорной машиной, состоящей на вооружении Красной Армии, был английский тяжелый пехотный танк Черчилль. Когда один из таких танков попал к немцам, они всерьез думали, что это какой-то неизвестный им танк времен Первой мировой. Конструкция танка была весьма архаичной. Ходовая часть танка проектировалась таким образом, чтобы он мог преодолевать рвы и окопы, то есть, как у танков Первой мировой войны. Ни о каком маневренном бое речь не шла. Но, в общем, это и был танк сопровождения пехоты. Он имел беспрецедентную лобовую броню. Однако, передние погоды гусениц имели большую площадь поражения и танк часто обездвиживался. Также, орудие танка было весьма слабовато. Черчилль, спроектированный в 1939-1940-х годах, серийно производился с 1941-1945 год и стал одним из наиболее многочисленных британских танков Второй мировой. В общем, Черчилль отличался устаревшей конструкцией, слабым вооружением и очень низкой позволило ему относительно успешно воевать до самого 1945-го года. В СССР всего попало 253 машины. Это были машины типа 4 с 57-мм пушкой. Боевой дебют Черчилля состоялся в ходе Сталинградской битвы. Потом они все участвовали в курсе. В дальнейшем Черчилля при всей их малочисленности использовались довольно долго. Однозначного мнения насчет нужности и полезности этих танков не существует. Сильное бронирование позволяло экипажам выживать, не выходя из танка, даже если танк терял ход на поле боя. Вооружение танка было недостаточным, но проходимость была на высоте. Правда, из-за этого погоны гусениц занимали существенную лобовую площадь, они чаще всего выводились из строя и танк терял ход. в кастрюлях, доведом из камень Субтитры подогнал «Симон» Как мы видим, все вышеперечисленные танки союзников не внесли существенного вклада в победу вследствие того, что они, в общем-то, не подходили к условиям боев на Восточном фронте. Также следует учитывать, что советская и немецкая танковые промышленности ушли впереди планеты всей и союзникам всю войну приходилось нагонять. Однако, американцам, наконец, удалось создать удачный танк. Они создали танк «Шерман». Эта машина по количеству могла соперничать лишь с Т-34. Танк не был ни сверхмощным, ни сверхманевренным и не представлял собой что-то новое. Он просто органично сочетал в себе все основные функции боевой машины. В этом он был очень похож на Т-34. Собственно, в наших войсках он и позиционировался как аналог легендарной советской машины. Всего с февраля 1942 года по июнь 1945 года было выпущено 49234 танка, не считая танков канадского производства. Это третий, после Т-34 и Т-54, наиболее массовый танк в мире и наиболее массовый танк американского производства. М4 был проще, технологичнее и дешевле в производстве, чем М3. Стоимость различных вариантов М4 колебалась в районе 45-50 тысяч долларов. Ну, естественно, в ценах 1945 года. И была примерно на 10% ниже, чем стоимость М3. Самый дорогим был М4А3Е2 «Шерман Джумба». Он стоил 56 812 долларов. СССР стал вторым по объему получателей «Шерманов». По закону о Ленд-Лизе Советский Союз получил М4А2 с 75-мм орудием, 1990 единиц. М4А2-76W с 76-мм орудием, 2073 единицы. М4А4 – 2 единицы. Это были пробные поставки, от заказа отказались по причине бензиновых двигателей. И, наконец, М4А2-76W с обновленной подвеской, 183 единицы. Поставлены они были в мае-июне 45-го года. В боевых действиях в Европе участия не принимали. В СССР «Шерманы» зачастую называли «МЧА» вместо «М4». По своим боевым характеристикам «Шерманы» примерно соответствовали советскому Т-34. Никаким модификациям поступающие в СССР танки не подвергались, даже не перекрашивались. Советские опознавательные знаки наносились на них еще на заводе, так как трафареты американских и советских звезд в целом совпадали. Нужно было только поменять цвет. Многие танки вообще не имели никаких национальных опознавательных знаков. Расконсервация танков производилась непосредственно в войсках. При этом на них вручную наносились тактические номера и опознавательные знаки частей. Некоторое количество танков было перевооружено пушками F-34 силами болевых мастерских в связи с тем, что на начальном этапе эксплуатации в РККА наблюдался дефицит американских 75-мм снарядов. После того, как снабжение было налажено, переделки прекратились. Точное количество перевооруженных танков, получивших название М4М, неизвестно. По всей видимости, оно было весьма незначительным. В первое время, в условиях осенней-весенней распутицы, и зимой на гусенице кустарным способом полевых мастерских наваривали шпоры. Позднее шерманы стали поставляться со съемными шпорами уже в комплекте, и в подобной переделке необходимость отпала. Некоторые танки переоборудовались в БРЭМ путем демонтирования пушки или башни. Как правило, это были танки, поврежденные в боях. Других переделок в СССР не производили. Американцы имели в Советском Союзе специальных представителей, которые наблюдали за эксплуатацией американских танков непосредственно в войсках. Помимо функций технических консультантов, эти представители отвечали за сбор отзывов и рекламации, отправляя их на фирму-производитель. Замеченные недоработки достаточно оперативно устранялись. Кроме самих танков, американцы также поставляли ремонтные комплекты. В целом, у танков «Шерман» проблем с ремонтом и восстановлением не было. Однако, довольно большое количество поврежденных в боях «Шерманов» было разобрано на части. Их детали пошли на восстановление более удачливых собратьев. В СССР «Шерманы» начали поступать в ноябре 1942 года, но в заметных количествах этот танк появился в войсках только в 1943 году. В Курской битве «Шерманы» не участвовали. Начиная с весны 1944 года «Шерманы» принимали активное участие практически во всех сражениях на всех фронтах Великой Отечественной войны. Это был первый иностранный танк, который советские танкисты приняли хорошо. Особенно отмечалось удобство работы экипажа по сравнению с советскими танками. Также на высоте были качество приборов и рации. Попасть в служительную иномарку считалось удачей. Танк практически полностью соответствовал советскому среднему танку Т-34 и применялся таким же образом, без каких-либо отличий. Однако машины все-таки различались, и поэтому тактика боевого применения тоже могла немножко отличаться. Например, часто использовалась намного меньшая шумность «Шерманов» по сравнению с советскими танками, а также практиковался огонь пехоты с брони во время движения, что обеспечивалось мягкой подвеской. Правда, иногда мягкая и тихая подвеска превращалась в совсем не мягкую и не тихую. Летом из-за повышенной температуры резина в подвеске растрескивалась на маршах. Бандажи на катках разваливались, танк начинал издавать страшные лязгущие звуки, которые могли его сильно демаскировать. Но этот недостаток резины скоро устранили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Интересная информация о подарках советским танкистам. Поступающие в СССР по ленд-лизу Шерманы расконсервировались непосредственно в войсках, которые приходили в том же самом виде, в котором покидали заводские ворота. Законсервированные танки поступали с двумя пробками из пушечного сала в стволе орудия. Одна со стороны затвора, другая пробка в дульной части. При расконсервации пробки выбивались банником. При выбивании очередной пробки из ствола выпала и разбилась бутыль виски. Рабочие на заводах нашли способ спрятать подарки для танкистов так, чтобы их нельзя было найти и изъять при перевозке. Любопытно, что диаметр стандартной бутылки виски составляет как раз 3 дюйма, что совпадает с калибром, установленных на Шерманы орудий М2, М3 и М1. После того, как первая бутылка виски вывалилась из ствола, стволы стали расконсервировать очень аккуратно. Полученные летом 1945 года М4А2-76 с новой подвеской были отправлены на Дальний Восток и принимали участие в войне против Японии. Танк-шерман МЧА внес значительный вклад в победу наряду с танками советского производства. Дальний Восток Дальний Восток Средние и тяжелые танки послужили основным броневым кулаком советской армии. Без них не удалось бы сначала сдержать, а потом бить врага на его территории, проламывая его мощную подготовленную оборону. Героизм танкистов, гениальная конструкторская мысль, правильные шаги руководства и труд миллионов советских людей повернули вспять, а затем и вовсе раздавили фашистского зверя. Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Дальний Восток Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok